Привет, меня зовут Полина, и это снова будни студента-художника, так что если вам интересен такой формат, то оставайтесь со мной. Начну, наверное, пожалуй, с того, что я на этой неделе практически ничего не снимала, потому что у меня снова как не неделя, какие-то новости. На меня на этой неделе свалилась огромная куча дел, которые выполняются максимально медленно, скучно, и пока ты это делаешь, снимать, в принципе, нечего. Хотя постараться, конечно, можно было, но я думаю, что это было бы неинтересно. И в связи с чем это еще произошло? С тем, что случайно так получилось. Возможно, вы из-за меня сейчас порадуетесь, поскольку попыток было несколько, и вечно они не могли венчаться успехом. В общем, я буду 8 апреля среди художников на аллее авторов на арт-маркете в Петербурге. Так что, если вы живете здесь, или вы будете здесь проездом, и хотели бы либо увидеться со мной, либо купить мой мерч, либо вообще, в принципе, просто хотели туда пойти не из-за меня, а просто потому, что вы ходите на такие мероприятия, вам это нравится, то, знаете, я там буду. И я этому очень сильно рада. Я даже не рассчитывала на то, что я, в принципе, попаду. Поскольку, да, я подала заявку, но изначально я вообще думала не подавать, поскольку новых рисунков каких-то у меня не добавлялось, да и времени немножко у меня не было, как я говорила. Что самое забавное, в прошлом ролике я еще была уверена, что поучаствовать я смогу в арт-маркетах не скоро. Так как все-таки у меня учеба, и канал, и приезд, и все остальное, я физически все не успеваю. Но я решила попытать удачу, просто подать заявку, просто чтобы было. Ну, потому что, как говорится, лучше попробовать и не пройти, чем не попробовать и пожалеть об этом. У меня 11 марта был день рождения, мне исполнился 21 год. И 12 марта, практически сразу после моего рождения, мне ответил организатор и написал о том, что меня взяли на маркет. Это было настолько, если честно, неожиданно, потому что должны были отправить ответы, они до 12 числа. Отказы организаторы не высылают, поэтому если вам сообщение не пришло, значит вы просто не приняты. Но это сообщение, которое я получила, пришло уже по факту 13 марта, но просто это было ночью. Ночью после 12 марта, как бы. И я уже была уверена, что, впрочем, меня снова не взяли. Я этому не расстроилась, поскольку, говорю, я подавала заявку просто так. Ну, как бы попытать удачу. И вот удача, как бы, видимо, улыбнулась мне. Поэтому я не то чтобы судорожно, но я старалась на этой неделе по максимуму, во-первых, закрывать долги. Во-вторых, посещать занятия, правда, это не всегда получалось. И, в-третьих, как-то начинать думать по поводу какого-то дополнительного мерча, потому что у меня его не так много. У меня нет значков, даже у меня нет каких-то брелков, еще чего-то. Хотя было бы классно хотя бы что-то сделать на маркет, кроме открыток и наклеек. Мне наклейки хочется еще сделать. Ладно открытки, но вот наклейки, значки, что-то вот такое мне бы хотелось дополнить. Ну и плюс, возможно, подготовить какие-то скетчи, которые тоже бы красиво смотрелись и которые люди смогли бы купить себе, если они им, естественно, понравятся. Ну, в общем, с этим будем потихоньку разбираться. У меня не так много времени. И за вот эти вот оставшиеся три недели нужно будет как-то по максимуму подготовиться к маркету. Мне нужно заказывать еще такие вещи, как вольер для животных. Потому что, если вы не представляете, как выглядеть маркет, ну, арт-маркет, в данном случае, да, художнику выделяется отдельный стол, либо двум художникам выделяется стол один. И на этот стол возводятся такие решетки, на которые вешаются ваши работы. Они также лежат на столах, но места мало, поэтому нужно как-то экономично разложить свой товар. И, соответственно, их просто вешают на такие решетки. Решетки эти, где, ну, что это? Это вольера для животных, которые покупают, там, заказывают на зоне в Альбересе. Это будет очень интересно. Я думаю, что как и для меня, так и для вас. Естественно, ролик я сниму оттуда. И если вдруг вы знаете, потому что многие, в принципе, мне кажется, из моей аудитории знают, смотрят Яну, это моя одногруппница. Скорее всего, это еще не точно, но вероятнее всего, что в помощниках у меня будет именно Яна. И мы вместе с ней будем стоять и, соответственно, продавать мой мерч, которого не так много. Но, в принципе, я думаю, это все равно будет интересно, поскольку это мой первый маркет, так что тут не должно быть, наверное, много мерча. Я посмотрела огромное количество художников, которые будут участвовать в маркете, как они вообще оформляют столы, какие они делают значки, потому что хочется что-то интересное, но в то же время, чтобы именно сама печать, сама картинка выглядела красиво на значке или подвеске, какую ее делать, прозрачную, непозрачную подвеску, значок, брелок. В общем, знаете, есть такая вещь, как насмотренность. Вот именно этим я и занималась. И к тому же мне нужно будет еще оформить, сделать пост, где будет выставлен весь мой мерч, по какой цене, как он выглядит. И мне бы хотелось как-то это красиво оформить, но я не знала, как это сделать, и тоже смотрела примеры у различных художников. Это что касается маркета. Что касается учебы, то помимо таких вещей, как физкультура, экономика, рисунок, который у нас выбыл, потому что у нас ребята вывешивали выставку, развешивали, у меня были долги по 3D Max, это 3D программа, да, логично, в принципе, я думаю, большинство ее знает. Мне казалось, что там будет все довольно просто, но оказалось, что, видимо, нет. Вот эти все листочки, это мои конспекты, которые я писала на iPad и потом просто их печатала, потому что мне так удобнее. Но, по сути, это не обязательно, но благодаря вот этим конспектам я досконально, наверное, разбираюсь в программе, в тех вещах, которые я прошла в тех темах. Но вот здесь у меня 12 листов, и вот это все, наверное, только, дай бог, 1 пятое, наверное, потому что там еще пойдет освещение, какие-то сплайны, разные эффекты, там какие-то сложные слова дальше идут, что даже не понимаю, что это такое в файлах. Сейчас покажу, что я сделала. Вот так выглядит, в принципе, все то, что я делала. Вот это я делала на паре, и вот это тоже. Не знаю, как бы, ну, то есть, зачем? Это как-то слишком просто. Но, с другой стороны, это специфика нашей кафедры. Нам 3D-программа особо не нужна, только разве что, может быть, для моделирования каких-то интерьеров, экстерьеров, для того, чтобы встраивать туда свои работы монументальные. Это вот то, что мы проходили на паре. Я молчу про то, что это очень просто, но оно даже выглядит очень странно. Вот эти чашки, стол, зачем их так много? Оно не выглядит натурально, оно не выглядит, ну, не знаю, это прям ужасно выглядит. Конечно, тут нет каких-то текстур, освещения, наверное, из-за этого, но это, правда, ужасно выглядит. И вот после вот этих двух заданий нужно было сделать поезд самостоятельно, без референсов, без какой-то инструкции. То есть, вот как ты представляешь поезд, так и делай его. Мне кажется, что у меня получилось довольно забавно. Конечно, можно было поезд еще дорабатывать и дорабатывать, детализировать. Но в этом, говорю, смысла никакого нет. У меня сейчас, в принципе, есть другие дела, которые нужно делать, успеть, помимо этого поезда, который, нафиг, в принципе, никому не нужен. Я еще так подробно изучаю эту программу просто потому, что, скорее всего, она мне, как, ну, диджитал-художнику, я думаю, что понадобится. Я здесь выставила какое-то плюс-минус освещение, чтобы это красиво смотрелось. И по сравнению со столиком, мне кажется, что я выебнулась немножко, поскольку, ну, стол, он был очень простым. И мне кажется, что даже вот такой вот поезд, это уже сложно для нашей кафедры. Но это не точно. Вот сейчас покажу, как оно выглядит вот здесь на схемах. Я бы еще что-то такое поделала, но все остальное было по инструкциям. Я, наверное, открывать не буду, но здесь, в принципе, все видно. Вот здесь какая-то скамейка, подушка, которая тоже выглядит как-то ненатурально, диван. Это а-ля гантеля. Ну, вот эти три примера, тут кубик-рубик, это просто работа была с некоторыми возможностями программы, чтобы понять, как это вообще работает. А это уже работы, которые будут, скорее всего, оцениваться, так скажем, в конце семестра. Вот стулик. Ну, не знаю, это все очень странно. Мне нравится только поезд, в принципе. И помимо университета, за неделю я еще нарисовала несколько работ, которые вы можете посмотреть, в принципе, у меня в паблике ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Там, в принципе, я сижу чаще всего ни в каких запрещенных сетях, тиктоках и так далее на платформах. Я практически не появляюсь просто потому, что это сложно, а ВК мне ближе, как-то роднее, поэтому все работы, какая-то информация касательно учебы и касательно маркета, касательно моего творчества, времяпровождения, вы можете найти именно там. Вот одну из работ я вам покажу. Это был скетч. Я ее сделала для какой-то некоторой видимости в группе, что что-то я рисую, что-то происходит, когда подавала заявку. Но он получился так хорошо, что мне невероятно понравилось. Хотя, опять же, я хотела это сделать быстро, но убила, наверное, часа два. Но это все равно быстро, поверьте. И вот это тот заказ, который я рисовала в прошлый раз. Если вы помните, какой ужас я вам показывала в прошлом ролике, возможно, я тут рядышком вставлю. Это реально было ужасно. Я поменяла освещение на лице. В целом я бы не сказала, что лицо пока сильно похоже на то, что на оригинал. А до этого было еще хуже, до этого еще ужаснее было. И сейчас это выглядит вот так. Сейчас я доделаю. Я вот хочу попробовать попользоваться текстурными кистями. Поскольку мне кажется, что у меня работа была слишком зализанная, вот я сейчас могу показать, что было до этого. До этого было вот так. Сейчас как будто бы чуть-чуть получше стало. Также я вот здесь хочу доработать замок. Но в целом эта работа готова. Она мне сейчас нравится, как она выглядит. Это было до этого. И потом мне нужно будет приступить вот к этой работе. Я хочу ее сегодня закончить. Она, в принципе, получается очень светлая и приятная. Мне кажется, что я надеюсь, что я сегодня ее закончу, поскольку здесь все уже есть. Улицы, дома как-то, ну, только нужно доделать. Потому что, поскольку... Вот в этой работе у меня были некоторые сложности, так как фон вроде как и был, и в то же время его не было. Сейчас я вам покажу, как это выглядело до этого. До этого это смотрелось как-то вот так. Я рисовала фигуру отдельно от фона. Не знаю, я искренне надеялась, что у меня получится сделать это нормально. Но, как показала практика, не надо так делать. Хотя я вроде бы знала, что лучше рисовать все вместе. Но как-то я вот понадеялась на какой-то свой, скажем, профессионализм. Но, видимо, что-то не вышло. И вот с замком я очень долго сидела. У меня вообще никак не получалось. Я там лес сначала делала, туман по референсу, который я использовала. В итоге я это 500 раз все вообще переделала. Изначально это было даже как-то вот так, потом, когда я переделывала. И в итоге стало вот так. Мне кажется, что это лучший из вариантов козыря я здесь пробовала, реально. Вот так вот. Я не знаю, услышите ли вы, как здесь дует сильно воздух в щели, потому что иногда он прям завывает, хотя на улице, в принципе, не холодно, прохладно, но не холодно, но, видимо, и ветер не сильный, но, видимо, этого хватает, чтобы продувать. Я, в принципе, всё заклеивала, но вот где-то в каких-то местах всё равно, я прям чувствую холодный воздух, но мне искренне лень что-то здесь заклеивать, то есть я тут, в принципе, всё заклеила, вот тут, в принципе, не дует. Но вот здесь, например, уже дует. Сейчас там послушайте. Это какой-то кошмар, ей-богу. Ну, это выглядит, на самом деле, страшно. Ну, вот то, как выглядят подоконники, но, в принципе, закрывшись шторкой, этого даже не видно, ну, практически, да, не будем вот на это смотреть. Смотрится, в принципе, даже не подумая, что там всё так страшно, как есть на самом деле. Вот, кстати, моя малышка. Она, пока я отсутствовала здесь несколько дней, она выросла. Реально вам говорю, она подросла. И это все говорят. Она была очень маленькая, ну, когда она только оказалась у меня. Мне кажется, она выросла раза в три. Она стала реально большой. И сейчас вот эта клетка, мне уже не кажется, такой большой, потому что она реально выросла. До этого она была вот такая вот. И вот для такой вот такая большая клетка была прям целым полем для игр. А сейчас, в принципе, это хорошая клетка, мне кажется. Но можно было ещё больше с учётом её габаритов. Но я в шоке, если честно. То есть за неделю она вымахала, ну, не в два раза, но она стала больше, гораздо. Ещё она посерела. Я не знаю, с чем это связано, скорее всего, с тем, что она просто на сезон поменяла шубу, как я вычитала. Но она была такая кремовая, рыжая, а сейчас она реально серая. Капец. Я в шоке. Я думала, что она чем-то заболела. Я уже думала к ветеринару записываться. Но я говорила, что я помешанная мамочка. Не знаю, зачем я клетку снимаю, но там видно её шевеление. Но вроде как всё хорошо на самом деле. Нельзя грызть это, нельзя. Не надо это грызть. Вот мелкая заража. Малыш, нельзя это грызть. Нельзя, говорю. Нельзя. Иди ко мне сюда. Малышка. Пупа. Ну вот ни стыда, ни совести у тебя. Пластик она грызёт очень редко, потому что у неё в клетке очень много деревянных атрибутов, которые ей нравится грызть. Но когда она интересуется пластиком, я начинаю её отгонять, потому что я пугаюсь, что ей может это навредить. Я не знаю, как жить эту жизнь. Сейчас уже 10 вечера, а я только приступаю ко второму заказу. Я в итоге переделала всё 55 раз. Я сделала рисунок контрастней, и сейчас он мне, в принципе, нравится. Жилетка отличается по тону от фона. Я здесь пыталась сначала текстурными кистями работать, потом я попыталась какие-то эффекты наложить, но я их, по-моему, удалила. Я пыталась сделать лицо более холодным, но мне показалось, что это выглядит... Я уходила от похожести персонажа, скажем, и я поняла, что лучше мне в них экспериментировать. Так что я поставила каких-то ещё акцентов, убрала какие-то серые пятна, постаралась, и добавила контрасты. Не знаю, вроде бы силуэт читается на фоне, при этом он отличается от фона по тону, и брюки в том числе, но мне всё равно рисунок кажется как будто бы немножко бледным, что ли. Хотя смешанное у меня чувство. Я решила оставить его до завтра, и думаю, что больше я к нему прикасаться не буду, и завтра уже отправлю готовую работу. И вот сейчас я приступаю к этой работе. Десять вечера. Я рисую очень медленно, потому что я... Мало того, что у меня просто не получалось с первого раза, я по несколько раз переделывала. Так я ещё и очень требовательно стала к своим рисункам, и мне каждый раз всё не нравится, и я пытаюсь доделать, переделать что-то, чтобы выглядело красиво. И из-за этого я рисую очень долго. Мне ещё не хватает какого-то скилла, наверное, если говорить о скорости рисования. Ну, я думаю, со временем. Надеюсь, как-нибудь я с этим справлюсь. Мне сейчас нужно будет загрунтовать холст старый. Это не мой холст. Это работа студентки с другого курса, с другой группы. Когда они не забирают холсты какие-то в начале сентября, их просто начинают раздавать. И вот, в общем-то, я урвала один холст. Точнее, несколько даже. Я не хочу покупать новый холст и тратиться, поэтому я сейчас просто его загрунтую. Вот обычный такой грунт. Так и называется. Это акриловый грунт. Я в них не разбираюсь, но можете заметить, что он не белый, он немножко серый. Всё потому, что я подмешала в него чёрный темпер сажей газовой. Он был ещё более серый, но я не хочу сейчас мешать и что-то делать, поэтому путь какой будет. Мне вообще очень нравится писать прямо на работе, потому что это своего рода имприматура, скажем. Когда я накладываю какие-то оттенки, я сразу их вижу на контрасте с работой, например, и я не беру слишком светлые цвета. Когда же я пишу на белом, на фоне белого я начинаю брать довольно светлые оттенки, и меня это бесит, раздражает, поэтому я в прошлый раз мешала немножко серый грунт, но вот он всё равно получается светлый. Сейчас мне лень, ей-богу, мешать что-то делать, потому что мне уже скоро выходить. Он сохнет очень быстро, поэтому пока я тут буду собираться, продолжать, он, в принципе, высохнет. Я сегодня утром словила лёгкую панику от страха, что я ничего не успею. Поскольку у меня ещё долги за прошлый семестр, блин, вот нитка попала, тут и маркет, и надо канал вести, и заказы у меня, и, в общем, ещё и этот семестр надо успевать. И что-то я прям как-то начала переживать, но, впрочем, я быстро собралась, думаю, ладно, мы всё успеем, всё сделаем как-нибудь, с горем по полам, мы как-нибудь. Ну, а чё смысл переживать? Правильно? Как получится, так и получится. Успеем так успеем, не успеем, так будем смотреть по ситуации. Мне нравится то, что сейчас происходит в моей жизни, мне нравится, что я готовлюсь к маркетам. Хочу сказать, что будет ещё такая акция на маркете, участвуя в которой, вы можете назвать промокод от любимого художника, после чего вам выдадут бесплатный мерч от него. В моём случае, это будет открытка А5, но называть промокод вы можете только от одного художника, по обычному билету, насколько я знаю, там есть ещё какой-то VIP-билет или спонсорский, там, по-моему, можно два промокода назвать. Поэтому, если вы хотите от меня получить бесплатную открытку и вы будете на маркете, то вступайте в моё сообщество ВКонтакте, там я в какой-то момент выставлю пост, где я расскажу, как называется промокод, что вы получите, или не расскажу, чтобы это было секретом. В общем, как я и говорила, вся информация будет там. Я вчера отправляла организаторам макет, точнее, не макет даже, а просто открытку макета, они сами будут делать, я просто отправила изображение, рисунок. Я в это не вкладываюсь, организаторы сами напечатают, сами всё сделают, там кто-то значки отправляет, кто-то стикер-паки. Единственное, что, как бы назвав, получив эту открытку, вы у меня её уже не купите, но я думаю, это не такой большой убыток, и нам будет приятно. Мне тоже. Блин, я так обожаю такие моменты. Пошла мыть кисть, и на обратном пути я немного не вписалась в поворот, и ударилась об угол стены, и в итоге теперь у меня плечо вот в этом месте начало краснеть. Это было очень неприятно, я бы сказала, даже больно, и это было вообще не смешно. Ещё я подозреваю, что сегодня мне одногруппники должны сделать подарок, но это ещё не точно, но очень высока вероятность этого, потому что, ну, во-первых, у меня был день рождения, а во-вторых, я всем, всем, говорю реально, сказала, что мне надо, что мне надо конкретно, и это трубы для клетки, для хомяка, поскольку это нужный подарок мне, типа, зачем мне какие-то материалы, там краски, кисточки, ещё что-то, у меня так этого полно, и они заказали, прям то, что я хотела, то есть мне скинули ссылку на Валберс, и я сказала, вот такие мне нужны, и 18-го они должны были прийти, сегодня уже 20-е, поэтому я думаю, что если их забрали, конечно, то сегодня мне сделают подарочек из моих труб для клетки, для хомяка, я не помню, сколько там штук, скорее всего, их будет мало, хотя, может быть, и нет, посмотрим, но это должно быть интересно. Я настолько редко бываю в центре, всё потому, что когда я приезжаю в университет, я стараюсь приезжать на станцию, которая прям рядышком с вузом, чтобы выйти и быстренько добежать, поскольку зимой холодно, метель, снег, это всё не очень приятно, а сейчас я вообще еду в университет за справкой для военкоматов, потому что я получаю пенсию за потерекормильца, и мне нужно в главный корпус, и в итоге я приехала на Невский, и сегодня такая замечательная погода, солнышко, ещё и на саксофоне, так это называется, мужчина играл, блин, я не могу, такой здесь определённый вайп, класс, у меня ощущение, будто я не была на Невском очень давно, очень, реально. если вы вдруг не в курсе, я думаю, не все об этом знают, что университет, в котором я учусь, находится прямо напротив дворцовой площади, наверное, для кого-то сейчас это будет вау, ничего себе, я уже настолько к этому привыкла, но при этом я не перестала это ценить, это реально очень круто, потому что, смотря на некоторые университеты, конечно, поражаешься, не то, чтобы это другой уровень, я не скажу, что мне мой университет очень нравится, но всё-таки учиться на Невском рядом в дворцовой площади это тебе не каждый день, не каждый университет позволит. Вот за этим розовым зданием находится наш университет, и вот за этой улицей находится дворцовая площадь. Мы вот так вот идём по мостику по Невскому проспекту и пройдя ещё немного мы окажемся прямо около дворцовой. Здесь есть несколько булочных, что очень удобно, потому что там народу много. А чуть дальше вон там находится здание Адмиралтейства и у нас там обычно проходит скульптура, если она идёт на улицу, парке с видом на дворцовую. Вот оно, это розовое здание, а вон там дальше наш корпус университета. И вот немножко пройдя сюда, прямо напротив, мы попадаем к арке, которая ведёт на дворцовую площадь. Ну уж туда идти я не буду, поскольку у меня дом университет за справкой, но поверьте, там дворцовая площадь. Здравствуйте, мне нужна справка для ванекомата. Университетный фонд у вас да. Давайте так. Пожалуйста, директора подписываем, потом вычёт пишите. Спасибо большое. Я собиралась ехать на живопись, но так получилось, что справку мне могут прямо сейчас подписать, так как там долгая история с ней, мне сказали часик подождать, чтобы завтра не ехать, потому что я планировала завтра ехать и забирать её. Ну, видимо, живопись подождёт и приеду я, наверное, на последние часа-полтора. Но всё-таки приехать мне хочется, чтобы сделать какой-то набросок, построить и на следующем занятии уже начать в цвете делать. Класс. Вот такой соблазн не идти. Да надо. В общем, я так и не поехала на живопись, как вы могли понять, и пока я ждала свою справку, я пошла в столовую перекусить и порисовать на айпаде, потому что там её лакширность. Я уже вернулась домой. Более того, уже около 9-10 часов вечера, и всё это время я монтирую влог. Это правда очень сложно угнаться даже не за двумя, а за тремя или более зайцами. Как бы это сейчас жёстко не звучало, конечно, но я правда стараюсь по чуть-чуть везде принимать участие, скажем, как-то развиваться, развивать канал, развивать паблик, развивать себя как художника и при этом уходить в университет, закрывать долги. И несмотря на то, что это довольно сложно, мне всё нравится. Так что надеюсь, что вам тоже нравится контент. Конечно, он был не такой насыщенный, как обычно, но как есть. То, что успела, то, что смогла. На следующей неделе, возможно, я так думаю, будет больше университета и будет больше традиционного рисования. Я знаю, вы это любите больше в какой-то степени, конечно, не все, но большая часть. А на этом спасибо, что смотрели этот ролик. Всем добра и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok